Каждый день, как на пороховой бочке, жалуются жители улицы Молодёжная в посёлке Калинино. Из-за проблем со светом они боятся за своё имущество и, конечно, за свои жизни. Эта электрическая подстанция просто не справляется технически. К ней подключено более 60 домов. Отсюда частые перепады напряжения, отсутствие света. Случалось, что автоматы в подстанции плавились, и их приходилось менять. Люди боятся пожара. Буквально накануне в посёлке сгорела подобная электрическая подстанция. Кто следующий? В последние дни происходит всё очень печально. Возвращаемся с работы, заходя даже в дом, отключается свет. Вечером, когда уже темно, вопрос, что делать дальше. То есть ничего мы не можем сделать. Вчера была история ещё интереснее. То есть свет отключился прямо в 6 утра. Только, видимо, начали просыпаться, что-то делать, успели что-то сделать. Всё. То есть не собраться, не покушать, сварить, не самим на работу какие-то вещи, чего-то приготовить. Никаким образом. Ну и смешные ситуации. Мы даже элементарно не можем выехать со своих домов, учитывая, что всех автоматика, ворота. Вот я была заблокирована. Что и говорить. На дворе 21 век и без электричества сегодня никуда. В частном доме всё завязано именно на нём. Подача воды, приготовление пищи, работа электроприборов, системы отопления. Кстати, соседи Алексея уже выбросили свой телевизор, который из-за частых перепадов сети просто сгорел. Ну а началась эта история в 2008 году. Земельные участки в Калинино активно продавались. Люди строили новое жильё. Жители улицы Молодёжная и двух других соседних улиц приобрели электроподстанцию, которую начала обслуживать тогда ещё компания «Морска Сибирь». Сегодня это республиканский филиал компанию «Пауэро» сети «Сибирь». Несколько лет у людей не было нареканий к работе подстанции. Пока жителей и, соответственно, домов на улице не стало ещё больше. К линии стали подключать дополнительных абонентов. Абонентов очень много подключено. Это порядка 60 домов. В среднем посчитали у всех по 15-20 киловатт. То есть, получается, нагрузка на данную подстанцию идёт порядка тысячи киловатт. Хотя подстанция рассчитана на 400 всего. То есть, она перегружена. Электрики приезжают, когда свет отключают, говорят, что мы можем сделать. Мы ничего не сделаем, у вас она перегружена. Включают автоматы, свет вышибает, они ждут 10-20 минут, опять включают, вроде работает. Там уже были моменты возгорания. По лету пыталась наша подстанция загореть. Мы просто переживаем, что она опять либо взорвётся, либо загорит. Но мы совсем тогда останемся без света. Просим, чтобы они всё-таки разобрались, почему на эту подстанцию подцепляют и новых абонентов. Выяснилось, что у нас тут по улице есть абоненты, у которых 150 киловатт. То есть, мы не против, что у них такие большие мощности, ради бога. Но почему именно на эту подстанцию, которая и так уже перегружена в два раза. То есть, в этом надо во всём разобраться. Жители трёх улиц в селе Калинино уже написали коллективное письмо на имя руководства Усть-Абаканского района, Калининского сельсовета и, конечно, в Россети. Они просят заменить электрическую подстанцию, становить более мощную, таким образом сделать жизнь в посёлке безопасной. Написанное обращение в районную прокуратуру. И жители намерены идти дальше. На кону жизнь их семей. Многие вспоминают недавние трагические случаи в посёлке, когда из-за замыкания электрического щитка в пожаре погибли мать и её сын. К слову сказать, об энергопроблемах в селе Калинино хорошо знают в республиканском филиале компании Россети Сибирь, которая занимается обслуживанием сетей. Но ответ пока один. Нет средств на инвестпрограмму, за счёт которой происходит модернизация энергокомплекса. И в качестве послесловия. Дабы снизить нагрузку на подстанцию на улице Молодёжная, энергетики отключили здесь уличное освещение. Такая вот кромешная тьма в 21 веке.